Абакану 85 лет. В одном из альбомов хранится выписка из исторического январского решения в ЦИК о переименовании села Усть-Абаканское в город Абакан. Хотя рассматривались несколько версий, столицу Хакасской автономной области предлагали назвать Хакасском или Акбаном, но победил первый вариант. В то время новоиспеченный город был в основном деревянным, одноэтажным. Старых фото сохранилось очень мало. Так выглядела станция Абакан. Она была тупиковой для поездов. Первые каменные дома появились в областном центре на рубеже 40-х годов. Один из них – первая школа. Второй – трехэтажный дом советов. Трехэтажный же – областной дом культуры. Их снимал уже в послевоенное время фотограф-любитель Владимир Азаренков. Носителем тогда были стеклянные фотопластинки и пленки. Парк Рыенок снимал, снимал набережную. Паром сам не снял, но зато снял это место, где паром ходил. Ну, конечно, школа первая в Абакане. Самое интересное было исторические кадры. Японская церковь, исторический кадр. На одном из снимков Владимира Азаренкова – виды городского сада 1953 года с непривычной нынешнему зрителю статуей вождя всех народов и лучшего друга детей товарища Сталина. На других фото уже профессиональных мастеров – самые известные здания, которые сняты еще в момент строительства. Мы вложили очень много сил, душу вложили в эту выставку, в экспозицию. Очень долго работали, потому что вы видите, что у нас, в принципе, небольшое помещение. И нужно было, если у нас на хранении находится свыше 8 тысяч фотографий и 127 альбомов, то, конечно, нужно было выбрать самые яркие, самые значимые. Украсила выставку документальная кинохроника из архива нашей гостелерадиокомпании. Примечательно, что обычно после презентации большинства экспозиций приглашенные быстро уходили, а в этот раз практически все остались, чтобы посмотреть интересные кадры или полистать любопытный альбом. Выставка будет работать в архиве до июня. Виктор Лужников, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.